С начала года на территории области зарегистрировано 271 пожар, на которых погибло 20 человек, 34 человека травмировано и порядка 94 миллионов тенге нанесено материального ущерба. Также зарегистрировано 20 случаев отравления угарного газа без возникновения пожара, на которых пострадало 20 человек, из них 5 случаев со смертельным исходом. Основными причинами пожаров являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, это порядка 132 случаев. Также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, это порядка 64 случаев. И неосторожное обращение населения с огнем, это порядка 24 случаев. Если брать отдельные случаи пожаров, на которых погибли люди, то значительную часть составляют это неосторожное обращение с огнем при курении именно, это 12 случаев у нас гибели. Также 5 случаев это нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, это 5 случаев. И 3 случая получается при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожары, как правило, происходят в частном жилом секторе. На сегодняшний день у нас зарегистрировано порядка 199 случаев возникновения пожаров в частном жилом секторе. Основными причинами пожаров происходит в домах, где используется автономное печное отопление, в которых, как правило, проживают социально уязвимые слои населения. То есть это, опять же, одиноко проживающие пожилые люди, люди с инвалидностью, а также многодетные семьи. В 80% случаев у нас пожары происходят именно в жилых домах, где проживали пожилые люди, возраст которых превышает 50 лет. Вот именно те пожары, где погибло 20 человек с начала года. В основном пожары происходят в отопительный период, а также в летний пожароопасный сезон, который у нас начинается с апреля и заканчивается ноябрем. Данный фактор связан с тем, что наступает, соответственно, холода. И так как мы находимся в северном регионе, основная часть у нас сезона проходит именно связанная с отопительным периодом. Конечно, в это время учащаются случаи пожара, связанные с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, при эксплуатации электрооборудования, ну и, соответственно, неосторожного обращения с огнем. Когда наступают жаркие дни, люди начинают убираться вокруг дома, сжечь костры, использовать мангалы и так далее. По времени суток соотношение пожаров примерно одинаковое. Мы провели анализ, то есть у нас пожары происходят как в темное время суток, так и в дневное время суток. Это, опять же, связано с поведением самих людей. То есть у нас, допустим, если брать те случаи, на которых погибли люди, то у нас в основном это было ночное время, когда люди находились в состоянии алкогольного пенения. Ну и, соответственно, многие из них употребляли алкоголь, курили, то есть вели как бы аморальный образ жизни. Зачастую пожары происходят вследствие небрежного отношения к правилам пожарной безопасности, ну и в целом соблюдения безопасности. Я, как сотрудник органа дознания, чаще сталкиваюсь с такими пожарами. И, соответственно, в процессе работы мы выявляем такие факторы. То есть это, в первую очередь, небрежное, халатное отношение к элементарному соблюдению правил пожарной безопасности, в части использования электрооборудования, то есть так же, как и в монтаже, так же и при эксплуатации электрооборудования. Незнание элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации правил пожарной безопасности. То есть это может быть причиной та же самая нарушение противопожарной разделки или отступки отопительной печи. Также использование неисправных, то есть эксплуатация неисправной печи, имеющей там трещины, несоблюдение притопочного листа, несоответствующее, допустим, требованиям нормативных документов конструкции самой печи. В целом, так же могут быть причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Опять же, повторюсь, при использовании различных костров, мангалов, но в основном при курении. Так же бытовые электроприборы. У нас, к сожалению, в этом году зафиксирован случай пожара, на котором погибло двое детей. Этот пожар произошел 1 апреля 2024 года в селе Ильинка из сельского района, когда погибло двое детей несовершеннолетних, оставшись без присмотра родителей. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и технической эксплуатации электрооборудования. С чем это связано? Опять же, во многих населенных пунктах сельских дома находятся в ветхом состоянии, и, соответственно, те же самые проводка электрическая, то есть они многие, большинство, находятся в ветхом состоянии. То есть используются как механические скрутки проводов, используются провода с нарушением изоляции электрических проводов, неисправных резеток, неисправных выключателей. Также используются зачастую соединения методом механической скрутки электрических проводов. То есть все это приводит к нарушению безопасности при эксплуатации электрооборудования, соответственно, приводит к таким печальным событиям. Ну, не зря говорят в народе, что угарный газ – это молчаливый убийца, поскольку угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, как говорится, и является основным таким токсичным веществом, выделяющимся при пожаре, при возгорании, при тлении, входящим в состав продуктов горения. Естественно, угарный газ, напрямую попадая в легкие человека, образует такую связь, то есть попадая в организм человека, напрямую влияет на центральную нервную систему, на сердечно-сосудистую систему, также влияет на почки, на печень, и связывается с кровью, образуя при этом соединение карбоксигемоглобина, который препятствует распространению кислорода к тканям организма, получается. И, соответственно, наступают определенные признаки отравления. Выражаются в каком? То есть, если это легкая степень отравления, то есть до 0,08%, это будет сопровождаться головной болью, тошнотой, рвотой, головокружением, сухим кашлем. Если это будет средняя степень отравления, то есть 0,32%, то наступает, соответственно, паралич, то есть двигательный паралич и потеря сознания. Если это будет тяжелая степень отравления, то есть эта концентрация окиси углерода должна составлять свыше 1,2%, то это, соответственно, приводит к смертельному исходу. То есть достаточно трех минут, находясь в помещении, где полностью идет охвачено дымом, соответственно, и человек, который получил большую дозу окиси углерода, соответственно, наступает уже смертельный, ну, летальный исход. Чтобы не допускать случаев отравления угарным газом, опять же, надо запомнить основные требования правил пожарной безопасности, которые именно относятся к эксплуатации печного отопления. Это, в первую очередь, содержание отопительной печи в исправном и рабочем состоянии. То есть на конструкции дымохода печи, на самой отопительной печи не должно быть ни трещин, никаких либо отверстий. То есть полностью там конструкция печи должна иметь кирпичную кладку, если это будет автономная печь, обмазана, штукатурена, побелена и так далее. Соответственно, конструкция печи, если мы используем, допустим, печь на твердом топливе, то есть дрова, уголь, это характерные для нашего региона, то, соответственно, задвижка, то есть при использовании отопительной печи, которая используется на угле и на дровах, допускается использование одной задвижки на дымохода, в которой должно быть предусмотрено отверстие для отвода остатков окиси углерода, именно угарного газа. То есть эта именно конструкция предотвращает именно отравление угарным газом. Также, соответственно, не допускать к топке печи несовершеннолетних детей по окончанию топки печи, соответственно, проверять наличие остатков золы, горящих углей, чтобы своевременно вывести их в открытое пространство, скажем так, на свежую. На сегодняшний день департаментом проводится огромная профилактическая работа по пропаганде, скажем так, пожарной безопасности среди населения. У нас на сегодняшний день проведено 91 520 обходов, подворных обходов с охватом более 199 000 человек, проведено 286 сходов с населением с охватом 8 888 человек, также проведены 86 277 инструктажей с охватом 181 000 человек, распространено памяток на количестве 167 000, ну и, соответственно, проведены выступления в средствах массовой информации, это в печатных изданиях, по телевидению, также по радиоэфирам, а также, соответственно, проводятся круглые столы на площадках организации, ну и, соответственно, сходы с населением и с населением в том числе. Вот, ну, работа этим не ограничивается, у нас, помимо профилактики, соответственно, мы имеем функции осуществления государственного контроля в области пожарной безопасности, это ежегодно проверки подвергаются различные подконтрольные объекты, это как и учреждения образования, здравоохранения, там, объекты в торговле и так далее, общественные сооружения, здания сооружения, вот, по которым также предъявляются предписания, предписывающие, там, устранение тех или иных нарушений. Хотел бы также напомнить, что для телезрителей, что у нас также предусмотрена ответственность, как и уголовная, так и административная, за которые, допустим, по административной ответственности у нас предусмотрено предупреждение, либо штраф, как на физических, так и на должностных лиц, а также субъектов предпринимательства. Также предусмотрена уголовная ответственность по статье 292 Уголовного кодекса, это нарушение требований пожарной безопасности, а также по статье 204 Уголовного кодекса, это неосторожное или повреждение чужого имущества. В преддверии отопительного периода хотел бы пожелать или порекомендовать жителям нашей области о соблюдении требований пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации отопительных печей, также при эксплуатации электрооборудования, также исключить оставление детей одних в доме, поскольку сейчас учебный год начался, многие родители находятся на работе, тем временем дети остаются в домах одни, поэтому хотел бы пожелать, чтобы самые элементарные правила пожарной безопасности все-таки в домах соблюдались, обратите внимание, опять же, на оборудование, на электроустановки в домах, то есть та же электрическая проводка, те же электрические резетки, включатели, сетевые фильтры, это все могут привести при неправильной их эксплуатации к пожару. Также не допускать к топке печи несовершеннолетних детей, у нас, к сожалению, зарегистрированы случаи травмирования несовершеннолетних детей, которые получили ожоги, в результате того, что родители допустили их к топке печи, которые не знают элементарных правил, как нужно пользоваться печь, как правильно нужно разжигать, у нас вот в основном травмы были получены в результате использования легковоспламеняющей жидкости, сейчас у нас большинство людей применяют для розжига это портативные газовые горелки, также легковоспламеняющие жидкости, то есть горючие жидкости, это бензин, скажем, керосин и так далее. В целом, хотел бы такую, наверное, привести поговорку, что пожар нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь, поэтому самое главное оружие, это, скажем так, быть осведомленным в элементарных правилах, потому что не зря говорят, предупрежден, вооружен. Если мы хотя бы, каждый из нас будет, скажем так, хотя бы, да, небольшую часть уделять своей безопасности, то мы сохраним и своих родных и близких, также имущество свое. Также хотел порекомендовать жителям нашей области использовать средства пожарной автоматики, то есть у нас на сегодняшний день на рынке используются автономные пожарные извещатели, как дымовые, так и газовые, которые эксплуатируются на батарейках и полностью автономны. То есть, их можно устанавливать как в жилых комнатах, так и на кухне, и в прихожей, и в коридоре. Они себя хорошо зарекомендовали на сегодняшний день. Есть случаи, когда у нас предотвращены пожары при использовании именно автономных пожарных извещателей, которые своевременно среагировали и предупредили жильцов о возникновении пожаров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok